Вблизи кладбища по переулку Труда день за днём вырастает свалка. Что сюда только не вывозят нерадивые горожане. Пищевые отходы, старые шины и ненужную мебель. Убирать всё это приходится городскому центру ритуальных услуг. Хлам каждую неделю вывозят несколько грузовиков. И это, как оказалось, ещё цветочки. На Светлогорской картина куда хуже. Не меньше 20 тонн эта свалка строительных отходов образовалась буквально за несколько дней. Без зазрения совести сюда выбрасывают надгробные плиты и бетонный бой, прямо не отходя от дороги. При этом по закону такой мусор нужно вывозить на специальные площадки. А крайна не исключение. Такая же проблема в местах захоронения Покрылова со стороны улицы Профсоюзной. Пакеты с мусором люди оставляют прямо под забором. Это с учётом того, что в шаговой доступности установлено более 40 контейнеров. При благоустройстве участков для захоронения часто участились случаи, что после себя установщики частной структуры не вывозят бой. То есть за это даже предусмотрена административная ответственность. Бой должен вывозиться на полигоны. Люди бросают, оставляют это всё. И потом нашими силами предприятия всё это вывозят. Юрлицы должны вывозить мусор самостоятельно. За нарушение штраф до 37 тысяч рублей. Кстати, теперь бороться с непорядочными будут иначе. В районе Крылова и Форштадта на днях установили видеокамеры. Это совместный проект городского центра ритуальных услуг со спецавтопредприятием. Сейчас работают шесть фотоловушек. В планах оборудовать техникой все кладбища. Существуют требования законодательства, которые обязуют собственников могил, так называемых мест захоронения, собирать эти отходы и размещать их в санкционированных местах. На каждом месте захоронения, на объекте, на кладбище оборудованы площадки контейнерные, куда можно вынести образующийся мусор. Стихийные свалки не только портят эстетический вид, но и несут угрозу окружающей среде. Метан и углекислый газ выделяются из мусора десятки, а то и сотни лет. Химические элементы просачиваются в почву, накапливаются и отравляют грунтовые воды и воздух. Так может проще задуматься и выбрасывать мусор с умом. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.